Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Билович. Смертельная инъекция в столичной стоматологии. После укола умерла пациентка. Кто виноват? Начинка из сальмонеллы. Ни один передвижной ларёк в Киеве не имеет права готовить шаурму. Кто разрешает им травить людей? Дурная слава. Трёх украинских хакеров обвиняют в киберпреступлениях по всему миру. Кому насолили больше всех? Ищите канцлера. Ангела Меркель ушла в отпуск и пропала из виду. Почему пресса разволновалась? Смерть в стоматологическом кресле. Сегодня в одной из столичных клиник на приёме у донтиста умерла женщина. Предварительная причина – это реакция на анестезию. Все подробности выясняла Ольга Теребинская. Смертельный поход к стоматологу. Сегодня в столичной клинике доктор Майя внезапно во время процедур скончалась 48-летняя женщина. По предварительной информации – из-за реакции на анестезию. Но пока не проведут вскрытие, никакие подробности не разглашают. Уголовное дело открыли по статье «Халатность». Известно, что погибшая была постоянной клиенткой врача, к которому обратилась. Но вот знала ли она возможной аллергии на медпрепарат и провели ли ей пробы, пока неясно. Есть ряд судебных справ, когда действительно от анестезии, там работали пациенты плохо, были летальные выпадки. И они детально разбирались. Впадки, когда был действительно лекарь, а когда пациент не дадал там певную информацию. Сейчас в гидроэтическом законодательстве пациенты должны заполнить певные анкеты и формуляры. То есть лекарь не имеет права принимать пациента, пока он не заполнил певные анкеты. Помимо этого, любая клиника должна быть обеспечена не только профильным оборудованием или медикаментами. Врачи обязаны оказать первую помощь при нештатных ситуациях. Несчастный случай или халатность? Имелись ли в клинике все необходимые препараты, чтобы спасти клиента? И есть ли все разрешающие документы? На все эти вопросы должно ответить следствие. В свою очередь мы направили запрос в Минздрав, чтобы узнать, как лицензируются частные клиники и стомат-кабинеты. Ольга Теребинская, Василий Миновщиков. Подробности телеканал Интер. Число пострадавших от отравления шаурмой в столице достигло 70 человек. Кто плодит нелегальные точки по продаже фастфуда с сальмонеллой и почему городские власти этого не видят? Разбиралась Наталья Шумакова. Головная боль. Высокая температура поднялась. 40 где-то. И рвота. Было намного хуже. Максим купил шаурму на речном вокзале. Через пару часов жена вызвала скорую. С подобными симптомами в больнице попали 70 киевлян. Среди них 10 детей и беременная женщина. Многие в тяжелом состоянии. Все ели фастфуд. У всех подозрения на сальмонеллез. В инфекционном корпусе находится 24 человека, которые поступили в разные дни, начиная с понедельника. С предварительным диагнозом остроинфекционный гастроэндероколит. На данный момент у 10 из пациентов подтвержден диагноз сальмонеллез бактериологический. 33 человека купили шаурму на выходе из станции метро Дарница. 26 человек на почтовой площади. Уже известно, у продавцов не было никаких разрешительных документов. Дальше интереснее. Все точки продажи шаурмы, которые отравились киевляне, принадлежат одному владельцу. Далее уже по лунцюгу будут проводить обстежения постачальника. Дальше будут проводить уже безпосередньо особи, которые готовили данные брикеты с шаурмой. И далее уже будут застосовывать все санкции, соответственно, до членного законодательства. В киевской мэрии заявляют, только 62 передвижные точки быстрого питания работают легально. Речь вообще не идет о шаурме. В таких киосках лишь разогревают полуфабрикаты. Готовить тем более мясо в ларьках на колесах запрещено. А все честные предприниматели, которые хотят работать легально, должны иметь информационный талон. И предъявить его по первому требованию покупателя. Мы решили проверить, еду какого качества продают киевлянам. Подходим к первой точке шаурмой. Здесь работают в перчатках и головных уборах. Но на витрине нет талона и вообще никаких документов. Продавец уверяет, все разрешения присутствуют. Через 5 минут директор покажет их. Действительно, вскоре хозяин приехал. Хочу продемонстрировать вам сертификаты качества на мясо. А в этом киоске продавец, увидев съемочную группу подробностей, просто уходит. Вот появился и хозяин. Увидев нас, он просто закрывает свою точку. Мужчина, куда же вы? Тем не менее, киевляне не боятся есть такую еду. Что бы там ни было, оно все равно обработается. А отравление, скорее всего, из грязных рук. В то же время бумажка дороже стоит, чем заведение. Но дело в том, что подобных ларьков шаурмой по всей столице полторы тысячи. И там нет даже проточной воды. Поэтому речь о гигиене вообще не идет. Наталья Шумакова, Евгений Каминский, Сергей Еременко. Подробности телеканал Интер. В интернете появился фоторобот, подозреваемого в нападении на Екатерину Гадзюк. Его опубликовали активисты и адвокат после собственного расследования. Известно, что этот человек несколько дней появлялся в районе, где живет Гадзюк. Бывал он и возле гурсовета, где она работает. По словам активистов, за информацию, которая поможет задержать нападавшего, назначено вознаграждение 100 тысяч гривен. Я напомню на активистку Екатерину Гадзюк. 31 июля напал неизвестный. Он облил женщину серной кислотой, когда она выходила из подъезда. И сейчас пострадавшая находится в реанимации. И сегодня очередное нападение на активиста. В Каменском, это Днепропетровская область, взорвали машину, в которой находился волонтер и депутат гурсовета Виталий Чернявский. По словам местных СМИ, Чернявский успел выскочить из машины. Вместе с ним там находилась его собака. Она погибла. Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии. Он в реанимации. В полиции сообщили, что по факту взрыва открыто уголовное производство о покушении на убийство. Я напомню, два дня назад еще одного активиста расстреляли в Бердянске. Это Виталий Олешко, бывший атошник. Сегодня подозрение в убийстве объявлено четверым из пятерых задержанных подозреваемых. Следствие по делу нардепа Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных, офицерский корпус Владимира Рубана, получило все необходимые доказательства. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко. Материалы уже передали в суд. Правоохранители сегодня продемонстрировали оружие, которое изъяли у обвиняемых. Для совершения теракта, который якобы планировали Савченко и Рубан, нужно было 20 человек. Об этом сообщил директор научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин. Это приблизительно от 10 до 12 минут выстрелов четырех минометов. Нам была проведена полностью оценка Труханового острова, который находится прямо напротив этого помещения, потому что в разговорах как раз вспомнилась Верховная Рада. Так же нам разглядывалось вопрос о использовании минометов на баржах. Достаточно одной баржи для того, чтобы установить все четыре миномета с отхилениями по длине и по боковых возможностям. Вот мы вам очертили такой круг, где в первую очередь могли попасть в назначенные боеприпасы. Материалы следствия, по словам генпрокурора, сейчас изучает сторона защиты и в течение нескольких ближайших недель начнется судебное слушание. Защита Владимира Рубана сможет на суде заявить, что он признает свою вину. Относительно его обмена на двух украинских военнопленных, Луценко заявил, что такая возможность у него будет после вынесения приговора. Что же касается Савченко, то она с такой просьбой о сделке к следователям не обращалась. Те, что происходило в ходе досудового следствия с боку Савченко, Рубана и их защиту, наводит меня на думку, что и следующий процесс будет использоваться для очередной дискредитации украинской страны и для попытки уникнуть от ответственности. Мы считаем, что у нас достаточно доказательств, создавших следователем, в частности и науковой экспертизе, для того, чтобы полностью довести вину Савченко и Рубана в инкриминованные ним, особенно тяжких злочин. Эти люди планировали, готовили оружие, захопление государственной власти и выполнение для этого террористических актов в городе Киеве. Для скульевых злочин планировалось использование стрелковой оружия, гранат, мин, выбухивки, артиллерийских средств урожения, минометов. Скандал в детдоме города Рожище на Волыне. Во время своего визита омбудсмен Людмила Денисова обнаружила следы побоев и крови на одежде у воспитанников. Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбуке. По словам Денисовой, трое детей заявили о сексуальных домогательствах со стороны руководства этого учреждения. Всего в приюте находится 33 ребенка в возрасте от 3 до 18 лет. Омбудсмен сообщила, что место, куда можно будет перевезти детей, уже найдено. Петр Порошенко дал старт работе высшего антикоррупционного суда. Президент подписал соответствующие изменения в законодательство. Они, в частности, предусматривают, что приговоры в делах о топ-коррупции, которые сейчас рассматривают суды общей юрисдикции, можно будет обжаловать только в апелляционной палате антикоррупционного суда. Президент также обратился к высшей квалификационной комиссии судей, чтобы она как можно скорее провела конкурс и отобрала судей в новый орган. А дипломатам Порошенко поручил пригласить зарубежных партнеров Украины для участия в общественном совете при новом суде. Это для большей прозрачности. Закатать в асфальт все ямы и ухабы. Владимир Гройсман пообещал, что через пару лет большинство областных центров Украины будут связаны между собой сетью качественных автомобильных дорог. Правительство разработало пятилетнюю программу реставрации магистрали областного значения, из которых практически половину уже отремонтировали, как утверждает премьер. В этом же году собираются реконструировать 4000 километров дорог. Больше половины областей, которые мы выяснили, выполняются. В первую очередь, в этом году мы внесли новую инициативу и передали почти 11 миллиардов гривен на местные дороги. И мы видим, что и на местах уже начинается совсем другая качество работ. Есть проекты, которые мы делаем вместе с государственным бюджетом, местным бюджетом. И, фактически, люди с каждым годом будут все больше и больше отримывать новых, качественных украинских дырек. Отопительный сезон под угрозой срыва. Тарифы увесистые, долги украинцев растут, из-за чего поставщики газа грозятся перекрыть вентиль неплательщикам. Какой выход возможен из этой ситуации, разбирались наши корреспонденты. В Барварах скандал. Три крупнейших предприятия конфликтуют с Киевоблгазом. Газовщики перекрыли вентиль, оставив производство без топлива. Заводы остановились. И теперь убытки несут не только компании, но и местный бюджет. Председатель Киевоблгаза говорит, что виной всему банальная утечка. По его словам, над устранением неполадок работают 24 часа в сутки. Но процесс тормозят на самих предприятиях. По крайней мере, на одном из них. Мы ищем выходы, пути решения, для того, чтобы мы изобрели газоснабжение в первую очередь. Ну, буквально на днях этот вопрос будет решен. У всех предприятий реакция была абсолютно нормальная и адекватная, и зрозумела. Они нам дали доступ до узлов обліку газа. Его составляющих – это газопроводов и газоспоживчого обладнания. Только одно предприятие допускает нас до узла обліку газа, а до газоспоживчого обладнания, что есть складовое узла обліку газа, нам допуск не дают. Это загрожает их, работникам в первую очередь. Но даже если неполадки устранят, остается еще один нерешенный вопрос – тарифы. По словам жителей Броваров, и не только. Они несоизмеримы с доходами. На вопрос, как переживут эту зиму, отвечают. К сожалению, я не знаю. Бог его знает, как мы будем ее переживать. Еще в своем доме можно дров там где-то достать, а в квартире что? Сколько вы платите за коммунал? Десь 2,5. Вот так. А пенсия – 1800. Я надеюсь, что в октябре, ноябре он начнется. Часто бывает так, что прогнозы не очень благоприятные, а потом власти находят какие-то средства, принимают меры. Городской голова обратился к лидеру оппозиционного блока. Созвали срочное совещание. Юрий Бойко подчеркнул, что подобная проблема по всей стране. Эта проблема относится всей Украины. В любом городе, в котором приезжаешь, нечедавно был в Коростане, Житомирской области, такая же ситуация. Славутич в Киевской области взагалі отключен был от опаления минулой зимы. Когда увеличил уряд тарифы, в частности, на газ, люди просто остановили проплату. И сегодня каждое место, каждый местный бюджет есть под загрозой того, что у него не дадут газ, не начнется опаливальный сезон, потому что есть деньги перед нафтогазом. А нафтогаз, используя свое монопольное становление, может просто не включить эти предприятия и не на початый опаливальный сезон. По словам лидера оппозиционного блока, проблема заоблачных тарифов скоро может полностью выйти из-под контроля государства. При этом, говорят оппозиционеры, выход у власти только один. Ситуация абсолютно дихая, когда космические тарифы заставили людей остановить проплату. Субсидий из бюджета не хватает. И было сразу, что не можно поднимать тарифы так, чтобы всю страну сажать на субсидии. В выход один, это нужно уменьшить в два раза коммунальные тарифы. Нет никакого сенсу сплачивать у человека вартость газа на немецком хабе и плюс транспортирование в Украину. Нет никакого сенсу в этом. А если, не дай Боже, что если падает еще гривня, то еще больше будет вартость газа увеличена. Сегодня человек сплачивает там приблизительно 10 тысяч, а будет еще 11. Такое невозможно уявить даже. Поэтому единственный выход это уменьшение коммунальных тарифов и, соответственно, освобождение людей от этой кабели. Впрочем, ни от Кабмина, ни тем более от газового монополиста отмечают оппозиционеры. О снижении расценок на голубое топливо никто не слышал. Наоборот, нафтогаз не прочь еще и повысить тарифы. В Броварах тем временем, по крайней мере, технические проблемы обещают решить уже сегодня вечером. Газовщики все-таки получили доступ на предприятия. Юлия Жешко и Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. Счет госказначейства всего за месяц опустел почти на 7,5 миллиардов гривен. Сейчас там едва наберется 2 миллиарда. Это самый низкий показатель за 5 лет. Почему и как это коснется обычных украинцев, разбирался Данил Снисер. Такого обнищания госфинансов в Украине не было с декабря 2013-го. Государственный кошелек сдулся почти на 7,5 миллиардов всего за месяц. Вчера казначейская служба подтвердила, на счету осталось менее 2 миллиардов гривен. В Минфине поспешили успокоить украинцев. Ничего страшного в таких показателях нет. Невыполнение запланированных на первый квартал 2018-го года заимствований в размере 56 миллиардов гривен является главной причиной низкого уровня гривневого казначейского счета. Однако общая ликвидность является достаточной. Ситуация под контролем. Все платежи идут вовремя и будут уходить вовремя. В своих заявлениях чиновники уж очень оптимистично, говорят эксперты. И бить в финансовые колокола нужно было как минимум две недели назад. Массовые задержки выплаты пенсий стали первым звонком, подтверждающим, что в украинской экономике не все так гладко. При постоянных звитах, как у нас увеличиваются податковые надходжения, надходжения от митницы, что бюджет перевыконывается, выявляется, что реально на казначейском рахунке почти нет денег. И даже ступень кризи настолько серьезная, что первая и главная статья выплат, а именно пенсии, затримаются почти на неделю. Чтобы выплатить пенсии, пенсионному фонду пришлось брать деньги в долг в госказначействе. Суду выдали, но при этом остались практически ни с чем, говорят эксперты. И это накануне расчета по внешним долгам. Мы говорим сейчас о казначейском счете времени, но на самом деле правительство имеет практически нулевой счет в долларах или в евро. Поэтому правительству просто неоткуда брать валюту для того, чтобы рассчитываться по своим внешним долгам. Поэтому, опять-таки, правительству придется покупать эту валюту у Национального банка, тратить на это остатки денег на казначейском счете. Экономика страны попала в замкнутый круг. Экономисты уверены, чтобы насытить рынок гривней и возместить потери, придется вновь запускать печатный станок. Прогнозируют и девальвацию. Предпосылки уже есть. За полторы недели курс нацвалюты по отношению к доллару ослаб более чем на гривню. Да и МВФ транш не выдает, на который так надеялись чиновники. Ведь для этого необходимо вновь повысить цену на газ для населения. В случае, если будут подняты цены на газ, должны вырасти субсидии. Следовательно, правительству нужно изыскать где-то еще дополнительных 30-40 миллиардов гривен. Это огромная проблема в нынешней финансовой ситуации, в нынешнем финансовом году для правительства. Поэтому я считаю, что неизбежен и секверство бюджета, они неизбежно сократят социальные расходы, они будут сокращать всякие расходы. В то время, как мы, оппозиционный блок, настаиваем на том, чтобы сокращались расходы на государственный аппарат и сокращались расходы на войну. Нужно прекратить войну, тогда высвободятся деньги, тогда эти деньги будут направлены людям. Банкиры уже прогнозируют падение кредитного рейтинга Украины и дальнейший рост инфляции. Данил Снисор, Марина Григориан, подробности, телеканал Интер. Сегодня на Межбанке доллар продавали уже по 27 гривен, а к концу сентября он может подорожать до 35 гривен и дальше больше. Такой прогноз озвучил народный депутат Сергей Каплин. Он убежден, что падение гривны резко ускорится, если МВФ откажется сотрудничать с Украиной. По его мнению, власть сейчас играет с курсом, пытаясь решить проблему нехватки денег на казначейском счете и перекрыть кассовый разрыв в бюджете в 14 миллиардов гривен вместо того, чтобы повышать соцстандарты в ответ на растущую инфляцию. Поэтому Нардеп подал проект постановления о повышении социальных выплат. Каплин требует созвать внеочередную сессию парламента, чтобы вместе с президентом и кабинетом министров обсудить пути выхода из этого кризиса. Я хочу, чтобы все сегодня четко знали, что страна находится в кроции до дефолта. Той бюджет, который был принят в коалиции, абсолютно неадекватный. Те строчки, которые там были предназначены, которые должны наполнить бюджет сегодня, не работали. Именно через это сегодня происходит затримка пенсий. В пенсионном фонде, в государственном бюджете невероятный кассовый разрыв на сегодняшний день в обществе 14 миллиардов гривен. Это означает, что проблемы с пенсионерами могут продолжиться и дальше. Стабильно, неспокойно на востоке Украины боевики сегодня обстреливали Новомихайловку и Марьинку. Огонь был прицельный из гранатометов и стрелкового оружия. В последнее время активизировались вражеские снайперы. Наш военкор Ирина Баглай расскажет подробности. Чтобы вечером не было стрельбы, такого еще ни разу не было. Кратко, Денис описывает ситуацию на нулевом рубеже под Ясиноватой. Тишина тут по расписанию с 8 часов утра и до 5 вечера. И все, что днем сдерживает боевиков от обстрелов, это Донецкая фильтровальная станция и жесткий контроль наблюдателей. Сейчас на ДФС там работы происходят, работают люди, станция работает, ну, фильтровальная ДФС, она от нас недалеко. Но как только вечером уезжает автобус с сотрудниками, их рабочие места занимают вражеские стрелки. Они же на ДФС на ночь заступают по ходу, собака начинает гавкать, там две собаки на ДФС. И там два окна, они с окон, два человека работают. С самого ДФС? Да, с самого ДФС. С помещения какого-то? Да, с помещения с окон стреляют. По тропиночке. А что может быть? Ну, мало ли, еще в боевые растяжки все может быть. Установить растяжки и радиоуправляемые мины с такой целью пробираются к позициям пехотинцев наемники-диверсанты. Очередную вылазку накануне боевики прикрывали из пехотного вооружения с нескольких сторон. По позициям выпустили с десяток гранат из ручных противопехотных гранатометов. Но отвлечь не удалось. Наши бойцы тактику врага уже изучили. Очень часто бывают такие, что он сядет, он пах, 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 или в наглую сокопу начинает трассерами вверх упить. Вечером начинается просто по воробьям трассирующими пулями. Ну, понятно, что уже на что-то зачем-то вытягивают. Выманивают под бесшумный выстрел снайпера. Во время таких боев Денис и не заметил, как от вражеской пули его уберег щит пулемета Максим. Вот уже две вмятинки, две таких хороших вмятинки. А вот то, что прилетает. Военные сравнивают калибр. ОСЦ калибр 7,62, ОС-14, 14,5, противотанковая гвинтивка. Там с этим боеприпасом нестандартного калибра от него загинув наш разбитник. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Ревюк из Донецкой области. Подробности в телеканал Интер. Ремонта 25 лет ждут. Харьковские ликвидаторы катастрофы на АЧС дождались выделения денег на реконструкцию областного диспансера. Реновация началась, а вот какие шансы на то, что она не превратится в стройку века, разбиралась Светлана Шакера. Протекающая крыша, грибок на стенах и невыносимая вонь из подвала. Эти кадры мы сняли два месяца назад в Харьковском областном диспансере радиационной защиты населения. В этом специализированном учреждении, где лечат чернобыльцев, ремонта не видели четверть века. Каждый из нас чернобыльцев получил невидимое ранение атомом. У каждого из нас хронические болезни. Поэтому для нас эта больница это второй дом. С 2005 года мы поднимали перед руководством области вопрос о проведении капитального ремонта. Каждый год здесь проходят лечения около 100 тысяч чернобыльцев со сложными диагнозами. Едут со всей Украины. Показываются все виды лечений. Потом есть масса вспомогательных. Это функциональная диагностика отделения. Это физиотерапия. У нас очень хорошие водные процедуры, больная терапия. В июне областной совет выделил деньги на ремонт. Почти 10 миллионов гривен. Сегодня чернобыльцы пришли к диспансеру. Теперь, чтобы вместе контролировать ход работ. Не было в проектно-смертной документации ранее предусмотрено например пандусы для колясочников. Нас услышали работают в этом направлении. Не было предусмотрено обновление пожарной сигнализации. Это тоже услышали. В операционном блоке строители сбивают старую плитку, демонтируют двери, на первом этаже приступают к чистовым работам. Мы ремонтируем приемное отделение, отделение физиотерапии, отделение функциональной диагностики, заменяем инженерные сети, заменяем электрические сети и выполняем облицовку. Вместе с чернобыльцами ход ремонта проинспектировала и глава обладминистрации. Финансирование есть. Сегодня приняли ряд решений вместе с чернобыльским активом, руководством больницы, а также подрядчиками, для того, чтобы как можно быстрее начать восстановление больницы. Будем за качеством и за сроками ремонтных работ следить все вместе. К сентябрю в здании заменят основные коммуникации. После строители возьмутся за окна, кровлю и фасад. Светлана Шикер, Александр Яновский, подробности, телеканал Интерхарьков. Киев требует объяснений. Украинский назвал причины недружественных решений Венгрии в отношении нашей страны. Временного поверенного в делах Венгрии в Украине Лас-Лапапу вызвали в министерство и вручили ноту протеста. В Киеве возмущены появлением в венгерском правительстве должности уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области. Дипломаты напомнили, что это часть суверенной территории Украины. Кроме того, в Киеве считают неприемлемым заявление премьера Виктора Орбана о евроатлантических стремлениях Украины, которые существенно отличаются от политики Европейского Союза. Хакерский скандал. США обвиняют троих украинцев в кибератаках, взломах компьютерных сетей, в воровстве личных данных. Что грозит задержанным и чем на самом деле они занимались, Дмитрий Анопченко выяснил все в Вашингтоне. Сухое сообщение американского Минюста. Обвиняются трое украинцев, причастных к хакерской группировке Финсевен. Известны их имена. Федор Гладырь, ему 33, Дмитрий Федоров, 44 года и 30-летний Андрей Колпаков. По данным следствия, действовали они как минимум с 2005-го, заразив вирусами компьютерные сети ресторанов, гостиницы, казино. Минюст утверждает, эта группа хакеров взломала тысячи компьютерных систем по всей Америке, похитила данные о кредитных карточках 15 миллионов человек, а еще помимо штатов атаковала компьютеры в Великобритании, Франции и даже Австралии. Люди, ничего не подозревая, рассчитывались кредитками в ресторанчиках и забегаловках, но компьютерные сети этих заведений, зараженные вирусами, мгновенно передавали всю финансовую информацию хакерам. Популярное здесь издание Wired сообщает даже, что украинцы атаковали не только общепит, но и Трамп-отели, принадлежащие американскому президенту. Федора Гладыря арестовали в немецком Дрездене, он сейчас в тюрьме в Сиэтле, его американцы считают системным администратором и менеджером хакерской группы, мол, раздавал задания остальным и координировал их деятельность. Дмитрий Федоров задержан в Польше, сейчас решается вопрос об экстрадиции, его называют высококлассным хакером, который искал уязвимые места компьютерных систем и взламывал их. Андрей Клопаков был арестован в Испании, его также пока не выдали Америке. Мы намерены доставить всех их в Сиэтл, чтобы предъявить обвинения и привлечь к ответственности. Расследование продолжается. Что интересно, как утверждает следствие, группировка вовсе не была подпольной. Наоборот, создали компанию Combi Security, которая действовала вполне официально, открыв офисы в России и в Израиле. И по данным ФБР, через эту фирму и вербовали новых хакеров. Задержанных сейчас украинцев обвиняют сразу по 26 пунктам. Это и мошенничество, и компьютерные преступления, и кражи личных данных им теперь угрожают десятки лет за решеткой. Если, конечно, они не пойдут на сделку со следствием. А здесь, в Соединенных Штатах, это распространенная практика, когда те, кого обвиняют в компьютерных преступлениях, затем помогают силовикам расследовать то, что происходит во всемирной паутине. Из Вашингтона Дмитрий Анупченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Разыскивается канцлер Германии. Немецкие журналисты уже несколько дней пытаются выяснить, где и с кем проводит свой отпуск Ангела Меркель, но пока безрезультатно. Все версии местонахождения главы правительства собрала Татьяна Лагунова. Прошлая среда, открытие фестиваля классической музыки в Баварском Байройте. Это последнее появление Ангела Меркель на публике. Потом канцлер ушла в отпуск и пропала. Все были уверены, она, как обычно, отдыхает с супругом Виталии. И действительно, на днях папарацци сфотографировали профессора Заура в горах Южного Тироля. Он был сыном, но без жены. Где Ангела Меркель? Куда она пропала? Этим вопросом задаются не только немецкие таблоиды, но и серьезные аналитические издания. Версий несколько. Канцлер с мужем в Южном Тироле, но прячется от папарацци. Или решила в этом году остаться в Германии и отдыхает у мамы под Берлином. И, наконец, самое тревожное предположение приболела и попала в больницу. Ясности не вносит и пресс-служба канцлера. Там уверяют, все в порядке, Меркель постоянно на связи. Но вот откуда канцлер выходит на эту связь, не уточняют. К поискам канцлера подключились и немцы. СМИ сообщают, на днях Меркель якобы видели в Мюнхене. Кто в опере, кто просто в городе. А самые внимательные журналисты вспомнили на пресс-конференции перед отпуском Меркель как-то неохотно, без деталей, говорила о предстоящем отдыхе. Не буду скрывать, я рада, что впереди отпуск. Несколько дней смогу поспать подольше. В любом случае, где отдыхала канцлер, все равно станет известно самое позднее, когда она вернется на работу в середине августа. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности. Немецкое. Бюро телеканала Интер. Почему на Эйфелеву башню не пускают туристов, где живет самый одинокий мужчина в мире и какой британский принц самый модный? Обо всем этом прямо сейчас. Последний из магикан. В сети появились новые фото из жизни одинокого туземца, который обитает в лесах бразильского штата Рандония. Мужчине около 50 лет. Он охотится с луком на птиц и копает ямы ловушки для зверей. По мнению исследователей, этот абориген последний представитель своего племени. В 90-х пятеро его соплеменников погибли от рук фермеров в войне за землю. По данным специалистов, в джунглях Бразилии живут более сотни диких племен. Европа изнывает от африканской жары. До конца недели страны Старого Света будут оставаться под воздействием горячего воздуха с черного континента. Первый под тепловой удар попала Испания. Температура воздуха поднялась до 44 градусов по Цельсию. В Италии синоптики прогнозируют плюс 40. Страдают от жары и другие континенты. В Южной Корее из-за аномально высокой температуры погибли 30 человек. Символ Парижа на замке. Второй день бастует персонал Эйфелевой башни. Профсоюз требует от руководства изменить правила предпродажи билетов на посещение достопримечательности. Из-за этой опции у входа собираются слишком большие очереди туристов, которые покупают билеты непосредственно в кассе. Казалось бы, дело благое. Но теперь возле Эйфелевой башни толпятся разочарованные забастовкой путешественники. Смерть морским пиратам правительство Индии одобрило законопроект о введении высшей меры наказания за пиратство на море. Пока за это преступление предусмотрено тюремное заключение. После окончательного утверждения документа пиратов могут осуждать на пожизненное содержание в тюрьме или смертную казнь. За последние несколько месяцев в Индийском океане в районе Африканского рога произошло несколько крупных нападений на торговые суда. Самый модный британский принц правнук Елизавета II, пятилетний принц Джордж попал в список 30 наиболее стильных и хорошо одетых людей в Великобритании. Рейтинг составил модный журнал Татлер. Есть в этом перечне и мама маленького модника. Герцогиня Кембриджская Кейта занимает второе место. Жена принца Гарри Меган Маркл на седьмой строчке. А возглавляет рейтинг самых стильных британцев сама королева Елизавета II. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера. Доброй ночи и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова